Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас вступили в силу обновления 9.5. Я вот обновился и сейчас наблюдаю пингвинов на льдине, Милка машет мне рукой, а Арни вальяжно покачивается с ноги на ногу, рассматривая всю эту красоту по сторонам. Короче говоря, ребят, я на обзоре обновлений перед тем, как они вышли, говорил по поводу того, что я как-то не ценитель вот всей вот этой вот красоты, как бы ну есть, да и есть, слава богу. Но скажу откровенно, мне, честно говоря, как-то стало немножко приятнее находиться в ангаре. Не то, чтобы я прям совсем на 100% забирал свои слова обратно, но разработчикам спасибо за смену всего этого антуража, потому что, честно говоря, предыдущий ангар уже в печени сидел. Так вот, ребятушки, что касается внешнего вида ангара, да, безусловно, он поменялся и, слава богу, есть хоть какие-то позитивные эмоции уже. Что же касается еще позитивного, но не для всех, а только для ценителей экстрима. Завезли на продажу танчики, в частности, две машинки Т-34-3 и завезли ВЗ-112-2. Значит, две эти машинки можно купить либо в составе набора за 11 косарей, либо за 7,5 одну машинку и за 5 тысяч другую. Что касается набора, в состав набора входят две машинки. Входит вот такой вот обвесик для ВЗ-112-2. Я не знаю, там, круть не круть, но как есть, так есть. Короче говоря, я не любитель всех этих обвесов, всех этих приколов. Ну, вот положили, да и положили. Что касается двух камуфляжей, вы их видите, как они будут смотреться на самих машинах. Можно посмотреть вот так вот. На меня, честно говоря, тоже особого впечатления не производит. Аватар с снеговиком, я аватары вообще не признаю. Х5, но исключительно на эти машинки, кому надо для того, чтобы альтернативный опыт экипажа продвигать вперед. Да, возможно, штука полезная. Что касается открытого всего оборудования, да, на 8-м левеле, как бы, ценник такой, знаете, не маленький, не большой. В основном, как бы, покусывается серебром. Поэтому спасибо большое разработчикам, что положили. Ну, и два места в ангаре, само собой. Теперь давайте будем говорить о тех предложениях, которые без набора. В состав покупки Т-34-3 за 5 косарей входит сугубо голая машина. Что касается ВЗ-112-2, та же самая история. Теперь, что касается самих машин. Ребят, скажу откровенно, на каком-нибудь твинке ради обзоров я бы взял себе набор за 11 тысяч. Сугубо для того, чтобы обзорчики поснимать. Что могу сказать по машинам субъективно? Ну, исключительно с учетом того, что я их встречал, ну, в принципе, только в виде своих соперников, либо союзников. Этих машин у меня в коллекции нет. Поэтому каким-то привым обгаживанием машин заниматься, как бы, дело не совсем благородное. Что хочется сказать по машинке ВЗ-шечке. Меня очень сильно смущает ДПМ, ребят, и время перезарядки. Да, классная альфа в 400. Но все-таки, ребят, время сведения в 7.1 это вообще просто бредня какая-то. Ровно как и разброс больше 4. Получается, как бы, очень-очень туго. Машина явно должна отыгрываться исключительно в ближних боях. Радует то, что, посмотрев на силуэт данной машинки впроги, я понял, что броня здесь, ребят, есть. Потому что, допустим, верхний бронелист с учетом приведенки 253-140 без приведенки. Но прямой здесь найти, как бы, очень сложно. Довольно хороший скос здесь, поэтому приведенка довольно классная. Что касается башни. Вот эта вот щечка, вот эта щечка, то есть вот эта окружность вокруг маски орудия, она имеет 240 единиц. Это прикольно. Вот здесь же башня начинает уходить со 195 до 265 с учетом приведенки. Короче говоря, ребят, я бы сказал так. Машинка по броне очень годная, но явно играется только от морды. Что касается боков, всего остального, кормы имеется в виду. Это будет такой полукартон, который пробивать будут однозначно. В общем, честно говоря, взял бы данную машину только ради обзора, чтобы вам показать. Но не накануне новогоднего аукциона, на котором хочу прикупить себе что-нибудь более годное. Чего и вам рекомендую. Что касается второй машинки. Меня машинка очень сильно заинтересовала своим довольно таким очень хорошим показателем альфы. Смотрим на альфу 400 единиц. То есть, что у тяжелого танка ВЗ, что у Т-34-3 400 единиц альфы. Но только это средняк, ребят. И здесь очень приятное время сведения 2,9. И разброс на 100 метров классный. И плюс еще учтите, что сюда, если всю оборудку поставить, то цифры еще улучшатся. Я понимаю, что и на ВЗ-шке могут улучшиться. Но согласитесь, все-таки в процентном сноотношении не настолько прикольно будет. Немножечко смущает бронепробитие в 175. Но окей, хорошо. Все-таки средний танк не тяжелый, не ПТ-шка. Время перезарядки, ну как бы, я бы сказал, рациональное. Но было бы лучше, чтобы было в районе хотя бы 12 секунд с учетом альфы в 400. С вот этими вот всеми показателями, с учетом того, как машинка ведет себя в бою в виде соперника, я бы вам сказал так. Лучше, лучше, ребят, доложить денег и взять себе химеру, если вы за средний танк с большим количеством урона за один выстрел. Это мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны, пишите обязательно в комментариях. Также меня смущает вопрос углов склонения вниз. Минус 5. Очень, очень скудно. Не исключаю вероятности, что углы склонения увеличиваются, поворачивая вы башню куда-нибудь по сторонам. Но, ребят, тогда вы подставляете свои картонные бока. Короче говоря, машинка на очень больших любителей, как я уже сказал, экстрима. И я бы, честно говоря, с вашего голду порекомендовал бы вам приберечь до новогоднего аукциона, где вы можете купить реально машинки получше и, скорее всего, приблизительно за ту же самую цену. Согласитесь, есть тяжелые танки на 8-м левеле, которые вы можете купить за 7-7,5 и счастье себе получить, потому что эти машинки не продаются дешевле, допустим, 8-8,5 тысяч. Ну, а что касается средних танков, то на 8-м левеле есть машинки более веселые, более интересные, чем Т-34-3. Мое субъективное мнение, если вы со мной не согласны, пишите обязательно в комментариях. Если вы за честность и за честные обзоры, обязательно подписывайтесь. Вот вам желтый шильдик. Подписывайтесь на мой канал. Я вас отблагодарю исключительно честными обзорами на товары в магазине и на танки, такими, какие они есть на самом деле. Так вот, ребятушки, на данный момент у меня все. Принимайте решение покупать, не покупать. Ну, а о своем выборе пишите обязательно в комментах, для того, чтобы народ знал и мог принимать также решение более взвешенно. На данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok